Девушки отдыхают 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 чтобы людям поднять зарплату и пенсии, чтобы был у всех свет и тепло. Но почему сегодня ситуация стала хуже? Первое. Это происходит, когда во власти много людей, которые свои личные интересы, свое благосостояние ставят выше общественных интересов. Справедливости ради надо сказать, что такие люди были всегда при всех президентах. Определиться с ними поможет 20-я статья Конвенции ООН о незаконном обогащении. Вторая причина. Разное восприятие угроз и вызовов, которые стоят перед государством и народом. Неужели сегодня так трудно понять, что с нами ведут гибридную войну? Неужели трудно понять, что вопросы гражданства Абхазии являются для нас главнейшим вопросом существования нашего государства? Неужели так трудно понять, что открытие наших таможенных границ для товаров из Грузии приведет к торговой экспансии и станет началом конца нашего государства, когда политический вопрос в отношениях с Грузией еще не решен? Кровь наших братьев не остыла. Она не остынет до тех пор, пока мы не добьемся всеобщего признания. Это наша цель, наша национальная идея. Переговоры с Грузией нужны, и они идут в Женеве. И еще все 28 лет мы напрямую ведем переговоры по энергетике. Любые другие многоуровневые переговоры мы считаем сдачей наших позиций, граничащие с предательством национальных интересов. Вопрос гражданства в восточных районах решен. Там, к сожалению, более 98% жителей являются гражданами Грузии. Статус их определен законом. Но некоторые умники через суды, найдя противоречия в законодательстве, хотят паспортизировать граждан Грузии, игнорируя данные службы государственной безопасности. Хотим предупредить тех, кто этим занимается, что вы играете с огнем. И мы придем к каждому из вас и призовем к ответу. Граждане Грузии, живущие в Абхазии, с грузинским паспортом, без визы могут ездить по всему миру. А мы с абхазским паспортом только в дружескую Россию без визы. Европа и почти весь мир отказывает нам в праве свободного передвижения. И чьи права ущемлены? Разве мы с видом на жительство запретили переходить гальцем в Грузию? Нет такого. Так чьи права должен защищать омбудсмен при президенте? Права граждан Грузии или граждан Абхазии, которым отказано в праве свободного передвижения? Где письма омбудсменов в Брюссель, в ООН, лидерам государств? Зачем некоторые политики начинают заигрывать с гражданами Грузии и противопоставлять их остальной Абхазии? Мы из-за вопроса гражданства, жителей Гала, два раза чуть до гражданской войны не дошли. В 2004 и 2014 году статус гальцев определен законом. Давайте работать по их интеграции. Это сложная задача. И когда Грузия признает независимость Абхазии, только тогда можно будет вернуться к этому вопросу. Для нас вопросы гражданства и возможного открытия границы для товаров из Грузии являются красной чертой, после которой любая власть в Абхазии, которая это разрешила, становится вне закона. Потому что это приведет к ревизии итогов войны, торговой экспансии и распространению политического влияния Грузии на процессы в Абхазии. И тысячи жизней погибших будут напрасны. Третья причина. Непрофессиональные действия людей, наделенных властью. Хочу привести несколько примеров. Когда началась пандемия, при исполняющем обязанности президента страны Валерия Ганба, у нас за три месяца было всего трое больных, одна из которых скончалась. Тогда в России в день выявляли по пять-шесть тысяч больных, а у нас ни одного. Многие наши люди даже не верили, что есть такая болезнь. Но закрытая граница, отсутствие отдыхающих подрывало экономику. После принятия решения открыть границу, врачи возмущались, что на границе даже температуру не измеряли. Хотя это минутное дело. Почему не сделали? Ответ один. Непрессионализм и безответственность. Люди заехали с 1 августа. То, что в стране появится больше больных, наверное, всем было понятно. Но только не нашим властям. Иначе как понять, что через месяц, 1 сентября, открывают все школы, а через 17 дней, 17 сентября, их срочно закрывают. Дети, которые болеют бессимптомно, заразили друг друга и учителей. Придя домой, они заразили бабушек, дедушек. И в конце октября мы получили пик. То же самое произошло в энергетическом кризисе. Вице-премьер рассказывала, что на бизнесе криптовалют государство заработает 500 миллионов рублей. По бизнесу криптовалюты начали ставить инвесторов на учет. И когда энергетика рухнула, все начало взрываться и гореть, то через 2 месяца отменили свое решение, ввели запрет про отравление. Мы считаем, раз президент не хочет расследования по своему отравлению, значит, никакого отравления не было. Он говорит про стил, но мы не можем этого понять, потому что завтра так могут отравить и других политиков. Хотим знать правду. Пожалуйста. И еще про энергетику. Хочу сказать, что на сегодняшний день есть информация о том, что власть ищет инвестора, который возьмет перепадный станции Ингургес в аренду. Мы предупреждаем власть. Условия сдачи перепадных в аренду не должны быть хуже, чем те, которые Владислав Ардзенбе договорился в свое время по Ингургесу. Вся страна знает 60 на 40. Никак по-другому. И от перепадных абхазской стороне должно достаться не менее 40% от вырабатываемой энергии. Любой другой договор мы будем считать предательством интересов народа. Аэропорт, железная дорога. Аэропорт, железная дорога, недра, энергетика. Все это должно оставаться под контролем государства, как и земля. Вместо того, чтобы заниматься работой с молодежью и ее патриотическим воспитанием, приходится стоять на страже завоевания недобросовестных и некомпетентных политиков. Как объяснить, что депутат парламента Грузии, который является участником боевых действий инкогнито, скрыто от народа, встречает помощник президента. Огромная икона Божьей Матери, тоже привезенная из Грузии в специальной машине. И мы, Варуа, через патриотов, которые еще работают в ГТК и СГБ, узнаем об этом через два дня. Мы требуем от Генерального прокурора публично сообщить, на каком этапе находится расследование этого дела. Череда ошибок власти привела не только к энергетическому кризису, но и к политическому. Самая главная ошибка нынешнего президента, что он, приехав 9 января прошлого года, возглавил переворот. В свое время Аслан Бжаня и Амцахара считали, что Хаджим бы пришел к власти через переворот и не могли ему это простить. Почему Аслан Бжаня думает, что переворот 2020 года кто-то забудет? Нам надо прервать череду переворотов. Для этого мы предлагаем Аслану Бжаня добровольно уйти в отставку, парламенту назначить досрочные выборы и пусть к власти придет человек, который не будет на себя нести всю эту ответственность по насильственному смещению власти. Начну кратко с ковида. Вроде бы по официальной статистике ежесуточный прирост заболевших людей уменьшается и это хорошо. Но отнести это насчет системы здравоохранения, думаю, что сказав это придется слукавить. Это в первую очередь заслуги наших врачей, медицинского персонала, как отдельных личностей. Как выступал председатель, он сказал, на сегодняшний день у нас более 200 человек умерших. Кто или что сможет восполнить ушедших по болезни людей? Какие деньги помогут вернуть наших родных и близких? Цифры говорят сами за себя. Все, что я озвучу, могу говорить через призму расходов, планируемых на 21-й год в бюджете. В проекте бюджета на 21-й год, который не был принят, на борьбу с инфекцией предусматривается лишь 40 миллионов рублей. Задумайтесь, объективная ли эта цифра? Отражает ли она эффективность планирования, адекватность прогрозирования ситуации хотя бы на один год? Но расслабляться пока рано. Необходимо быть бдительными и беречь себя, своих близких, в первую очередь наших старших. Второй блок моего выступления это экономические вопросы. Все мы знаем, что республика в 21-й год вошла без бюджета. На итоговой сессии 20-го года бюджет не был принят. Если не вдаваться в подробности, а обобщать произошедшее, можно подвести и то, что парламент и исполнительная власть не смогли прийти к общему вопросе отражения в республиканском бюджете на 21-й год расходов на решение острых глобальных проблем в Абхазии. К необходимости предусмотреть финансирование расходов подвели, можно так сказать, непродуманные экономически неправильные управленческие решения и предложения по развитию определенных новых для нашей страны сфер деятельности. Все уже поняли, это легализация майнинга криптовалют на территории Республики Абхазия, следствием чего явился энергетический кризис, коллапс в энергосистеме, а также расходы государства на оплату по перетоку, я хочу, чтобы вы вот здесь обратили внимание, по перетоку электроэнергии из России на полтора месяца раньше планируемого, что выражается в образовании задолженности в сумме по предварительным оценкам в несколько сот миллионов. А также и сумма за планируемый переток, за планируемый, вот здесь надо различать, да, мы на полтора месяца раньше стали получать переток. Итого, общая задолженность это несколько миллиардов рублей. Не могу назвать точную цифру, потому что потребление увеличивается с каждым днем, что приводит к еще большему увеличению задолженности. Какую характеристику дать данным экономическим управленческим решением. Также следует не забывать о задолженности по так называемому железнодорожному кредиту, по которому имеется задолженность в 1 миллиард 300 миллионов рублей. И это все ляжет на наши с вами плечи. Легализация майника послужила существенному увеличению энергопотребления, что усилило нагрузку на энергосети, которые без того в тяжелом состоянии. Хочется задать вопрос. Посчитайте, сколько вы собрали средств от данного недоделенности, сколько потратили и потратите на устранение аварийных последствий в результате принятых решений. Мне кажется, все это очевидно, что результат будет намного меньше нуля в отрицательную сторону. Более того, ситуация с энергокризисом это нагляда пример того, как эффективность принятия решений падает, а где-то наносит прямой ущерб государству. А почему это происходит, друзья? Потому что никто ни за что не отвечает. Депутаты предложили наладить систему учета. Вот здесь я хотел бы, чтобы вы обратили на это внимание. Депутаты предложили наладить систему учета потребления электроэнергии. Но нас не услышали. Хотя сегодня об этом говорят. Президент это озвучил на встрече с депутатами, которая прошла буквально два дня назад. Также он озвучил необходимость повышения тарифов на электроэнергию. Цитирую. Установить экономически обоснованный тариф. А что мы имеем на сегодняшний день? Отсутствие антикризисных планов. Почему правительство не принимает никаких усилий для написания антикризисных программ? Если необходимо, мы можем подсказать, в каком направлении необходимо работать. На последней сессии парламента 30 декабря 2020 года было озвучить минимум, который необходимо сделать. Однако мы не видим ни малейшего движения в нужном направлении. Ветераны это люди, имеющие безусловное право влиять на ценностные ориентиры общества. Должны быть приняты и отражены в бюджетах программы, которые это право реализуют. В том числе систематические встречи ветеранов, школьниками, студентами, призывниками, военнослужащими вооруженных сил в Республике Абхазия должны быть организованы летние военно-спортивные лагеря, подготовлены издания мемуаров, дневников и литературных произведений и фотопроизведения участников нашей войны. Вот лишь небольшая перечень того, как мы могли бы усилить нашу идеологию. Это безусловно в интересах государства и поэтому государство должно всеми доступными ему способами поддерживать ветеранов и ветеранские организации. Должны быть расширены привилегии и льготы ветеранов. В первую очередь медицинские, жилищные, страховые, профессиональные реабилитации и занятости, образованию, компенсациям и пенсиям. Считаю, что, как и в некоторых других странах, звание ветеран можно распространить и на людей, которые пришли в срочную службу в рядах вооруженных сил Абхазии. В конце концов, они проходили службу в условиях неразрешенного конфликта. Это усилило бы престиж, звание воина укрепило бы нашу государственную безопасность. Да, проблем много. Что делать? Заменить одну плохую или очередную плохую власть без гарантии, без достаточной легитимности? Мне кажется, это не совсем верный футбол. Я считаю, что основные наши усилия, усилия всего общества и в том числе действующей оппозиции должны быть направлены на создание, формирование стабильной, современной модели Абхазского государства. Мы должны предложить обществу нечто, что будет воспринято как хороший план действий, как хорошая дорожная карта, которую удовлетворить наши экономические, политические и внешнеполитические. если бы я был на месте сегодняшнего руководства, наверное, я просто встал и ушел бы, потому что очевидно, что почти ничего не получается. Но такого нет. И пускай это будет такой романтический сценарий, я предложил бы следующее. Мне кажется, что разные части нашего общества должны сесть за стол переговоров. И результатом этого должно быть создание правительственного национального согласия. Но сегодня я призвал общество как или не тяжело к согласию и выработке компромиссных политических решений. Я боюсь, что мы не переживем очередного силового смещения власти. Мы очень близко мы нашли КАМАЗ на черте. Я хотел, но чтобы мы не переходили. на черте. Иран. Во время войны мне было два года, но я хорошо помню все тяготы послевоенного периода. Я вырос без отца, который умер от последствий ранения, полученного на войне. Это боль, с которой я живу до сих пор. И с такой болью живут многие в нашей Абхазии. Мы те, кто живет ради обсны. Мы дети тех, кто не пожалел себя ради обсны. И мне непонятно, неужели многие так быстро забыли про это горе. Неужели забыли, что грузины пытались уничтожить нас. Мы на протяжении последнего года на государственном уровне от наших чиновников слышим призывы о налаживании отношений с вражеской Грузией. От того факта, что Грузия наш сосед, мы никуда не денемся. Но и тот факт, что у нас в Грузии вражеские отношения, забывать не стоит. Наш диалог с Грузией должен начаться тогда, когда она признает нашу волю на самоопределение. Абхазии Продукт della müssen Продолжение следует. И не забывали меня в это время. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Уважаемые друзья, уважаемые ветераны, мы не должны забывать, в каком мире мы живем. Международная обстановка накаляется. Ожесточенная жестокая борьба с применением высокотехнологического оружия и массированных информационных атак приближается к нашим границам. События в Нагорном Карабахе хорошо показали, что жить исключительно прошлыми победами нельзя. Каждый день нужны новые победы, которые позволяют государству быть конкурентоспособным, сильным и современным. Продолжение следует... 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 Почему не было такого ажиотажа, когда грузинские политики приезжали в Абхазию, когда люди открыто призывают к торговле с Грузией и отношениями с ними? Может быть настало время, когда ветераны не имеют права высказаться? Может быть кем-то задумана переоценка современной истории Абхазии? Для чего нужно выстраивать кордоны вооруженных сторонников и силовиков? Для устрашения народа? Или для защиты от народа? Все происходящее говорит лишь о том, что страх потери власти и паранойя охватила тех, кто заполучил эту власть обманом и в результате госпереворота. Мы хотим развиваться, но мы не видим программы концепции развития. Мы не видим предложений и идей. Мы не видим системных шагов, инициатив, реформ. Мы не видим, чтобы власть имуще исполняли хоть какие-то свои обещания. Главный тезис власти о том, что прошел всего год и сейчас тяжелое время из-за пандемии, не выдерживать никакой критики. Во-первых, пандемия была и при Бгамбо, как здесь было сказано. Но мы сумели ей достойно противостоять и даже сыграть на обережении. Тогда огромную роль сыграли и наши предприниматели, и им отдельное за это спасибо. Поэтому, говоря про тяжелые времена, нужно помнить, что тяжелые времена как раз и показывают, кто на что способен. И вместо продолжающегося по сей день распределения кресел и сфер влияния, сразу же после выборов нужно было оперативно включиться в работу. Мы, в свою очередь, как представители нового политического поколения и во время выборов, и до сегодняшнего дня делали и делаем все, чтобы выстроить нормальный диалог с властью. Для достижения национального согласия. Потому что считали и считаем, повторюсь, без объединения всех здоровых сил мы не выстоим перед современными вызовами и будущими вызовами, которые нам предстоят. Но, к большому сожалению, Аслан Бжаня не смог или ему, может, не дали воспользоваться беспрецедентной возможностью объединить народ. Вместо объединения мы с первого дня видим лишь организованные анонимные атаки, в которых участвуют в том числе и действующие сотрудники администрации президента. Целые министерства вместо разработки программ заняты поиском компроматов. А Абхазская телевидение превратилась в закрытую организацию, где абсолютно исключены альтернативные точки зрения. По поводу компроматов хочу сказать, там в сети активно раскручивается в отношении меня, но сумма растет с каждым днем, вы видите. Я лично ходил в Генеральную прокуратуру, расскажу вам интересную и увлекательную историю и передал все материалы, связанные с теми цифрами. У Генеральной прокуратуры никаких вопросов нет. Более того, Генеральная прокуратура дала информацию, и эта информация была опубликована на сайте Государственного информационного агентства «Обстный пресс». Спустя буквально 10 минут по звонку из администрации президента или откуда-то еще, эта информация немедленно была удалена. То есть, когда прокуратура сказала, что к откуру Арзенба нет никаких вопросов, эта информация никого не устроила, и тут же ее удалили. Вот с чем мы сегодня имеем дело. Год назад в этом зале на пожелание одного из старейшин, чтобы новое поколение пришло в политику, я позволил себе ответить таким образом. Новое поколение уже пришло и никуда уходить не собирается. Это процесс неизбежен. А всем тем политикам, политиканам, которые сегодня мешают нашему с вами развитию, я советую отойти в сторону, пока не поздно. Мы победим. Победа близка. В самое, как говорится в народе, самое темное время суток перед рассветом. А рассвет очень близко, уважаемые сограждане. А конечно, все будет хорошо. Осознавая всю меру ответственности, лежащую на ветеранах, учитывая сложную общественно-политическую ситуацию в стране, мы принимаем настоящую резолюцию. Для одного года работы слишком много просчетов, подрывающих устой государства. Мы не призываем к референдуму и революциям, а предлагаем президенту во имя интересов государства и народа подать в добровольную отставку. Такое решение без всяких митингов и революций позволит спокойно провести выборы. И к управлению государством придут люди, не причастные к насильственной смене власти. Редактор субтитров А.Семкин